Орлиная тропа для настоящих джигитов в детском лагере Буйнакского района прошел забег с препятствиями. Трасса заметно усложнилась. Порадовали ребята и сотрудники МЧС, установили на базе лагеря настоящий скалодром. Насколько сложные испытания выпали на долю бегунов, выясняла наш корреспондент Любава Маслова. Бегуны разделены на две возрастные категории. Малыши с черными номерами, ребята постарше с красными. В самом начале дистанции, подхватив тяжелый мешок, пробежать по площадке. Затем сразу эстафета в стиле кроссфит. За правильным выполнением упражнений следят не только судьи, но и товарищи. Кугол не срезайте! Бегущие остаются наедине с дикой природой. Сбежать вниз по крутому спуску только начало. В лесу притаилась речка, которую никак не обойти. Преодолевать дистанцию приходится вброд. Дагестанские ребята не боятся препятствий. В Буйнакском районе состоялся очередной забег для юных смельчаков. Им предстоит не только перебраться через реку, но также их ждут сложные испытания в лесу. Уставшим и промокшим ребятам необходимо еще подняться по крутой горке наверх к лагерю. Многие спортсмены отмечают, эта часть маршрута стала самой сложной. Все отлично. Самая сложная была речка. Так все нормально, понравилось. Устал очень. Самая сложная была забираться с речки наверху и сама речка по ней. Слушай, брызги, ноги забиваются в воде. Грязь там все. А так вся дистанция очень хорошая. Какие эмоции испытывающие? Хорошая. Слишком серьезно. Самым, что тяжелым для меня было, это подъем, когда поднимаешься на горку и препятствие через перепрыгиваешь. Вот самое трудное, это было на речке. Я когда поднимался, уже до середины дошел, ноги не чувствовал, колени упал на это место. И секунду-две пролежал, поднимаешься и дальше. Без открытия второго дыхания до финиша не дойти. Преодолеть придется не только деревянные щиты. Новое препятствие – кольца. Нужно хотя бы дотронуться до последнего и на финишную прямую. Это было легко, потому что первый раз сложно, конечно. Самое трудное было пройти кольца. А остальное – просто побежать. Было легко. В первом подке было очень сложно, конечно. Но во втором уже я проходил, это уже знакомо мне, я уже прохожу. С легкостью я увлекаюсь кикбоксом, борьбу, футболом. Это самые тяжелые кольца были. Организатор признается, разговаривал с финиширующими. Несмотря на усложнения трассы, довольны остались все. Юные спортсмены серьезно заинтересовались ОСР-гонками. Цель достигнута. Рукоход кольца, он для тех, кто помладше, для младшей возрастной группы, конечно, дался тяжелее. Но старшие, в принципе, проходили. И на этом препятствии мы, для того, чтобы не создавать какой-то очереди, добавили штрафное время. То есть, если участник не дошел до конца рукохода, то ему плюсовали 30 секунд. Самое главное в таких забегах, чтобы была радость, это все приносило удовольствие и позитивные эмоции. А рядом проходят соревнования на скалодроме. От желающих почувствовать себя скалолазом нет отбоя. Задача малышей – взобраться по прямой стене. Более сложный подъем для их старших товарищей. Сначала, когда залезал, ну, когда спускался, уже было страшно. Ну, было интересно. Сложно ли это? Да. Думала, не получится? Ну, получилось. Было страшно, но я надеялся на страховку, ведь страховка, там люди были сзади, они помогали, они подсказывали, куда, какую ногу. Были моменты, когда я сам падал, но они помогали, они поднимали меня за ногу. Трассу проходить было не очень-то сложно. За безопасность юных покорителей вершин отвечают сотрудники МЧС. Иногда они даже помогают ребятам забраться на импровизированную скалу. С первого раза может не получиться, но благодаря упорным тренировкам обязательно добьешься успеха, говорит спасатель. Конечно, это как самый экстремальный вид спорта, ходит, это самый, можно сказать, один из опасных видов спорта, но мы здесь у нас специалисты, мы не первый год занимаемся, сами спасатели, я тоже спасателем работаю. В первую очередь у нас, конечно, страховка, за безопасность мы следим, потому что в первую очередь мы делаем то, чтобы дети от нас уходили с улыбками на лице, потому что это в первую очередь для детей, для развития нашего вида спорта. В нашем виде спорта развиваются не просто руки, наверное, кто-то думает, что только руки, нет, все полностью тело у нас развивается. И не только тело, в первую очередь страх, страх высоты перебаривает многие дети. Ехать в Буйнакский район для поднятия на скалодроме не придется. Одна из площадок находится в Махачкалийском кванториуме, а для любителей экстремальных забегов крупнейший из них состоится уже в середине августа. Любово Маслова, Руслан Салихов, Тимур Лемаев и Юсуп Газиамаров. Время новостей, Буйнакский район.